Всем привет, милые девушки! В последнее время на моем канале стала очень популярна рубрика в формате видео-отзыва на какие-либо косметические и уходовые средства. И сегодня будет не исключение. Сегодня мы с вами поговорим о помаде Bicolor. Она производится в Беларуси фирмы Belor Design. Как и во всех продуктах, здесь есть и плюсы, и минусы. И давайте по порядку разберем и те, и другие. Но сначала прочитаю вам то, что заявляет производитель. Новая губная помада Bicolor с нежно-кремовой текстурой, имеет насыщенный цвет и глянцевый блеск, обладает плотным покрытием, содержит белый пчелиный воск, канзилийский и карнабульский воски, масло ЖЖБА, витамин Е для питания и увлажнения. Насыщенный цвет, плотное покрытие, нежная кремовая текстура, мягкая формула с маслом ЖЖБА и витамином Е, без паравея, невероятно комфортно на губах. Итак, давайте начнем с плюсов. К плюсам я хочу отнести довольно-таки широкую палитру оттенков. По-моему, их около 30 штук, и они в основном представлены постельными тонами, то, что я как раз-таки люблю, но несмотря на это, там есть и яркие акценты. Есть и красные, и темно-фиолетовые, насыщенные цвета. Итак, что еще из плюсов можно сказать? Это действительно комфортное ношение на губах. Плюс номер два, она действительно хорошо увлажняет губы. Губы после нее становятся мягкими, нежными, и если пользоваться ей на протяжении какого-то времени, можно забыть о шелушении даже в зимний период времени, то есть использовать ее вместо гигиенической помады. На этом, пожалуй, все плюсы и закончились, по крайней мере, лично для меня. Для себя я минусов нашла, к сожалению, гораздо больше, чем плюсов. Итак, к минусам я хочу отнести упаковку. Она очень дешевая, хотя и помада сама по себе дешевая, поэтому, в принципе, особо здесь не придерешься. Очень дешевый пластик, который со временем, посмотрите, как он выглядит, он весь истрепался. У меня, кстати, полностью разбилась помада. Я помаду специально никак не чистила, то есть они такие, какие у меня в жизни есть. Надписи стерлись, хотя помадам, по-моему, где-то 3-4 месяца в этом районе. Надписи стерлись, пластик плохой, он изломался весь, весь потрескался. По поводу качества самой помады наполнения я вам даже не буду открывать их, показывать, просто вставлю картиночки с вочи. У меня, кстати, здесь оттенок 102 и оттеночек 101 рядышком, да, то, что я люблю. Оттенок 101, он такой более нежно-розовый, а 102 более кремовый, что ли, интересный оттенок. Так вот, сами помады тоже не очень хорошего качества, лично по мне. Во-первых, они не очень устойчивы на губах, в принципе, как и всякие кремовые помады, поэтому здесь особо не придерешься. Что мне еще в них не понравилось, это неравномерное нанесение. Все-таки нужно немножечко приложить усилий, потому что будут проплешины, где-то будет потолще, где-то потоньше, поэтому нужно на это обратить внимание. Хотя, в принципе, ее вот такие вот постельные тона можно легко нанести и без сверху. Что мне еще не понравилось, это привкус советской помады. И этим, наверное, больны все помады вот такие в виде стиков, не жидкие, не блеские, а именно помадки. И это огромный минус лично для меня, потому что привкус этот сохраняется во рту надолго. Что-то у меня сегодня язык заплетается. В общем-то, рекомендовать или нет, я не знаю. Мне кажется, скорее это вариант для девочек-школьниц, потому что она бюджетная и, в принципе, все. Это, наверное, ее самый главный плюс, она бюджетная и увлажняющая. Увлажняет она действительно здорово. Вот такой вот мой отзыв на эти помадки, поэтому решайте сами пробовать или нет. И не забывайте, что у меня есть инстаграм, вот здесь вот ставлю картиночку. Обязательно подписывайтесь, там я появляюсь в сториз. На этом все, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok